Приветствую вас, давайте мы с вами разберем, что что вы написали, и я попробую ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Итак, почти три года назад, печатевые рук, но мой брак. Итак, здесь сразу угадывается то, что вы в этом браке нуждались достаточно сильно. Здесь сразу угадывается, что вы, значит, как-то были, чересчур, может быть, чрезмерно заинтересованы либо в браке, либо в мужчине. В этом, самое что именно, вы используете здесь слово «рухнул». То есть, как бы, «рухнул» это немного не то слово, которое можно употребить. Он распас, распас, люди расходятся, это нормально. Вполне казалось бы, крепкие и счастливые, ведь мы так любили друг друга. Хотелось бы, конечно, здесь, чтобы вы выразили свое определение счастливому браку, да, и, наверное, крепкому браку. А также, возможно, любви. То есть, что для вас любовь? Вы пишите, мы так любили друг друга. Как? Ну, я была очень одиноко с ним, так сильно мною любимым. Это, конечно, интересно. Во-первых, одиночество, это когда человек не в ладах с собой. Ну, вот, сам с собой, не в ладах человек. Вот тогда ему одиноко. Тут, хотелось бы вас, конечно, спросить. А как же так вышло, что вы вроде бы его и любите, но в то же время чувствуете себя одиноко? Может быть, с любовью вашей что-то не так? Может быть, помимо любви есть еще что-то? Дальше. Я столько переносила безденежных, которые он не замечал. Самостоятельно пыталась справиться с депрессиями. Так. Смотрите. Здесь вы выступаете в роли жертв. В роли жертв. То есть, и безденежи вы переносили, и депрессии переносили. Почему переносили-то? Ради чего терпели? Вы отдаете себе отчет в том, что вот своими, своими, такими действиями вы не располагали мужа к себе? Потому что это обесценивание себя в первую очередь. Если вы себя обесцениваете, то и человек оценить больше вас не будет. Далее. Хотелось бы, конечно, поподробнее от вас узнать, что такое справиться с депрессией. То есть, вот именно в буквальном смысле справиться с депрессией. Это, условно говоря, как справиться с депрессией. То есть, как можно справиться с депрессией? Особенно если депрессия, это и есть следствие того, что вы с чем-то в себе справляетесь. Если быть до конца точным, то справляетесь вы с чем-то в себе, что называется чувствами, эмоциями и так далее. Так вот, мне интересно, как это справиться с депрессией? Я оказалась после мегаполиса в нелюбимом маленьком городе с кучей социально-бытовых проблем. И снова позиция жертвы. Потому что нелюбимый город, маленький, куча бытовых проблем, хорошо. Но вы же знали, для чего это все? Вы же знали, что это для вашего мужа, к примеру. Если вы его действительно любите, правда. Вот если не любите, то это уже немножко другая история. И вы знаете, как вам сказать? Вот то, что у вас не совсем любовь, да? А то, что у вас помимо любви есть что-то еще, доказывает именно то, что вы перечисляете в то, что вы делали. Понимаете? То есть вы делали это как бы через силу. Это уже не любовь. Так, без поддержки с его стороны. Она, простите, она должна была быть поддержкой с его стороны или как? То есть, почему вы считаете, что должна быть поддержкой? А ехать ко мне или куда-то еще, он отказывался категорически от его выбора, от его права. Я полагаю, что вам ничего не оставалось либо принять, кроме как принять его выбор, либо принять его, либо нет. Вот. Но если принять, если принять выбор, то это означает принять совсем. То есть, что такое принять совсем, а? Принять совсем, это значит, что безоговорочно, без ожиданий, без негатива принять его выбор. И, честно говоря, я сомневаюсь в том, что вы это сделаете. Факт своего присутствия в моей жизни, мой считал вполне достаточным и любезно предоставил мне возможность самой решать свои и детские проблемы. Ну, здесь, когда я прочитал в первый раз, мне хотелось уточнить, что такое детские проблемы, да? То есть, что вы понимаете, под детскими проблемами, потом вы пишете там дальше про ребенка, вот. Про него я еще спрошу у вас. Но, скажите, давайте посмотрим, что тут. Вы говорите, мой муж считал вполне достаточным факт присутствия в моей жизни. Почему ваш муж считал? То есть, он определял, он определял, как будут выстраиваться отношения с вами. Он определил, что достаточно вам, а что нет. Как так важно? Ведь это не случайно. Думаю, что вы будете спорить с тем, что это не случайно. Не случайно такая история произошла. Я не думаю, что вы будете не согласны с тем, что мужчина решил, а вы приняли его решение по факту. Так почему вы приняли его решение? Может быть, потому что вы также сделали выбор, а, ну, вот, в эту сторону. То есть, вы сделали выбор в пользу того, что этого достаточно. То есть, последнее слово было за вами. Достаточно это или нет? Знаете, какая штука? Последнее слово было за вами. Не за ним. За вами. Это разные вещи. Но вы позволили этому быть? Дальше. А он просто есть и это счастье. Ну, опять же. Опять же. А вы сами согласны с этим? С тем, что он есть и это просто счастье. Я уговаривала себя с половиной стороны так живет, муж с ним не пьет, не бьет, с ребенком играет, что еще надо? Ну, наверное, здоровых отношений, где бы вы чувствовали себя женщиной. Только для этого нужно любить себя, ошенить себя, уважать себя и не соглашаться на меньшее. А также, наверное, выбирать мужчин, ну, которые заинтересованы в вашем развитии, которые подходят вам под ваш типаж женского поведения. И вот однажды выяснилось, что он устал и уходит, потому что, ну, вы не вели себя как женщина в отношениях. Вы вели себя как мама, как родитель, как домохозяйка, но не как женщина. Вот в вашем описании ничего из женщины, да, из женской модели поведения я не увидел. Может быть, только в начале. А позже всплыла девушка, с которой он мило общался в интернете, пока я билась в конвульсиях и ухаживала за ним и нашим ребенком, и который был за счастье оказаться в его маленьком городке в России после Украины. Слушайте, ну, как бы давайте разграничим ответственность, да? Ваш выбор был в том, что вы, как говорите, бились в конвульсиях и занимались ребенком. Это был ваш выбор. А выбор мужа было общаться с девочкой. И, ну, давайте называть вещи своими именами. Да получать то, чего ему не хватало от вас. Мать какая штука. То есть вы почему-то думали так? Что мужчина сказал, да? Мужчина вот, ну, установил какие-то, я не знаю, рамки, границы, да? Вот. Типа, что будет вот так и все. Вот. Вы почему-то решились, что раз он так сказал, значит так и будет. И ничего изменить нельзя. То есть ничего нельзя поменять. Так вы почему-то решили. Но это не, это не верно. Потому что, если же вы, если же ваша позиция, а она, ваша позиция, никак не защищалась здесь. К сожалению, никак не защищалась. Вы ее никак не отстаивали свою позицию. Я вас не обвиняю, я просто хочу об этом сказать. Она, не моргнув глазом, перебралась в нашу квартиру и спит в моей кровати, не отходит от моего мужа дальше, чем на три метра. А что она должна была моргнуть глазом, когда перебиралась? Почему ваша, ваша кровать, если это уже не ваша кровать? То есть, опять же, если вы считаете, что это ваша кровать, ну, наверное, то есть, если она покупалась в период брака, да, то, ну, нужно, соответственно, было за нее судиться. А если она умудрена, то она не ваша уже. То есть, основная проблема в том, что вы считаете, что вам принадлежит то, что вам не принадлежало никогда. Основная проблема в том, что вы живете в определенной иллюзии. Муж перестал общаться со мной и с ребенком практически полностью, пару звонков в полгода. Ну, либо мужчина такой, либо вы себя так поставили. Опять же, я не знаю, нужно анализировать. И ничего в моей жизни не изменилось. По сути, я все так не решаю проблемы сама, только в своем городе, где есть, где все есть и все удобно. Ну, правильно, что говорит о том, что, в общем-то, вы ничего не получили, перебравшись к мужу. Ну, как вопрос, а для чего же это все тогда было? Для довольности, чтобы избежать одиночества. Для довольности, чтобы избежать дискомфорта самой с собой. Я работаю, в деньгах не купаюсь, не нащаюсь и нам с ребенком хватает. Только сознание того человека, которого я так люблю, любил и люблю, у нас нет. Нет. Немножко не так. Немножко не так. Знаете, если вы любите человека, вот, если вы его действительно любите, то у вас не было бы такого ощущения, если вы нет. Самое что, любимому, как правило, именно любимому, желаешь счастья, любимому человеку. А вы же чувствуете потребности в нем, что как бы намекает на то, что здесь не все так гладко, что помимо любви есть еще и ваша в нем нуждаемость, которая к любви отношения не имеет никакого. Дальше. Как так вышло, что при таком типе, если угодно, отношений, да, при таком типе отношений, вы завели ребенка, то есть для чего вы это делали, на что вы рассчитывали, к примеру, что вы хотели, к примеру. То есть это вот тоже вот ваша субъективная такая сторона вопроса тоже нуждается в коррекции. Так, прошли обиды, боль, предательство почти прошла. Ну вот видите, да, обиды, предательство. То есть обиды – это завышенные ожидания. Предательство – это идеализированное представление о человеке, который фредом, потому что он не раскаивается там, что сделал. Это все к любви не относится. Осталась только эта любовь, к которой надо как-то жить. Нет, это не совсем любовь, она нас сяготит. Это, скорее, это отременность человека. Отременность человека – не надо путать с любовью. И никак не могу наступить на себя поудобнее, чтобы не так сильно это чувство шумило. Ну, шумит оно, потому что вам больно, вам больно, а больно, потому что вы все это потеряли, и вам некомфортно. Вот три года прошло – легче не делается. И не сделается, нужно работать, нужна психотерапия. Моя личная жизнь – это слово за сны, времени нет. На принцип все время занимает работа и ребенок. Ну, я полагаю, что у вас нет запрет на эмоциональную близость с мужчиной, потому что то, что вы описываете, близостью с мужчиной назвать нельзя никак. И, собственно, вы продолжаете свой сценарий. И времени у вас нет только потому, что вы сами не хотите, вы сами боитесь этого. И мужчина вам такой, вот, ваш муж, да, был такой пассивный, да, такой, ну, вот так к вам относятся, только потому, что вы его выбрали. А выбрали вы такое отношение к себе не случайно, потому что это стало логичным продолжением того, что вы сами о себе думаете, скорее всего. Дальше. Эта любовь пройдет когда-нибудь или теперь мой крест? Не, ну, может быть, когда-нибудь не пройдет, но, во-первых, повторюсь, это не любовь. Точнее, не только любовь. Это первое. Да? Во-вторых, ждать пока пройдет можно долго. Вам нужно психотерапию, чтобы быстро избавиться и быстрее начать новые отношения. Вот. И, возможно, отпустить все-таки еще обиды и боль, предательства, которые вас почти прошли, но не прошли до конца. Вот. То есть, по сути, ничего не изменилось. Вы как страдали после его, после его или вашего ухода, я не очень понял, кто от кого ушел. Вот. Так и страдаете, на самом деле. Так и страдаете. Просто, если раньше была обида и злость, потом это все прошло, и это заменилось вашей добренностью, вашей нуждаемостью, вашей неудовлетворенностью. То есть, знаете как, в начале, в начале, когда это только случилось, вы, ну, как-то вот, ну, грубо говоря, у вас сыграла гордость. Вот. Возможно, была надежда, что мужчина вернется, потому что, ну, вы подумали, вот, типа, там, другая девушка, да, там, молодая, там, наиграется, вот, прибежит. То есть, он не наигрался, не прибежал. И, ну, как бы, а потребность вашей все это время росла. Потребность, именно, именно потребность. Именно потребность все это ваше время росла. И вот теперь она выросла до такой степени, до той степени, что, ну, вы, вы уже называете это только любовью. То есть, вы сейчас готовы ему все это простить, да, вы сейчас готовы все это ему простить, забыть все и вернуться к нему, скорее всего. Вот вопрос к вам. Что вас двигает на это? Что там, что толкает вас на это? Вот. Страх одиночества? Потребность любви? Обесценивание себя? И, соответственно, потребность в том, чтобы другие оценивали? Это вопрос. По тексту вашему, который вы вот пишете, да, я могу сказать, что в целом у вас такой, знаете, как бы так выразиться, пораженческий, наверное, настрой. В том смысле, что вы легко, легко, достаточно сдаетесь, на мой взгляд, вы не боретесь, вот, на мой взгляд. Да, просто вы не боретесь за то, что вам, ну, нужно, ну, дорого, вот. Вы не отстаиваете свои, как бы, личные границы, свои личные границы и права. Вы не отстаиваете. И, вы легко принимаете, вот, позицию других людей, какой бы она ни была. Ну, если человек вам дорог, понятное дело. То есть, в отношениях с близкими, личные границы у вас не просматриваются. А это необходимые условия для выстраивания отношений. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.